Здравствуйте, уважаемые зрители! Меня зовут Светлана, я мама семьи Лопатиевых, и я рада приветствовать вас на нашем блоговом канале. Сегодня здесь собрались люди, которые мечтают приехать из квартиры в собственный дом. Точнее, мы с вами все находимся на разных этапах этой мечты. Кто-то только раздумывает и примеряет на себя роль земледельца, фермера. Кто-то уже точно определился и вовсю мечтает переехать на землю. Кто-то уже даже подыскивает участок или, возможно, купил его и начал строительство. Но все мы едины в том, что наша мечта еще не осуществилась. Так что же делать, пока еще мечта не стала реальностью? Как приблизить ее осуществление и как к этому подготовиться? Об этом и поговорим в сегодняшнем ролике. Прежде чем перейти к активным действиям, от мечты к ее осуществлению, стоит дать себе ответы на несколько простых вопросов. Для чего вам нужен свой дом? Зачем вы хотите переехать на землю? Что вам это даст? Как изменится ваша жизнь после переезда? Обдумывая эти вопросы, старайтесь почувствовать, что происходит у вас внутри. Если у вас появляется нерешительность, сомнения, нарастает тревожность, возможно, это и не ваша мечта, стоит немножечко притормозить и больше об этом подумать. Возможно, она обусловлена какими-то вашими внешними сиюминутными обстоятельствами. Возможно, она навязана вам извне средствами массовой информации или вашими знакомыми и друзьями. Сейчас очень модное течение переезжать из мегаполиса в деревню, на землю, переходить к фермерству, к натуральному хозяйству. Возможно, ваше желание – это всего лишь дань моде? Подумайте об этом. Но если вы услышали мои вопросы, вы сразу же были готовы дать на них ответы. Если, обдумывая переезд у вас внутри, возникает ощущение тепла, бабочек, мурашек по коже, то это действительно ваша мечта, и тогда нужно переходить уже как бы к следующему этапу, к обдумыванию, конкретизированию вашей мечты. О чем я говорю? Первое – это где вы хотите жить. Ну вот просто, да, сказать, что я хочу жить в собственном доме. Где этот дом будет находиться? Вы хотите уезжать из города или нет? Ведь можно жить в собственном доме и в городской черте, в частном секторе или в пригороде. Можно переехать в село или в деревню. Можно поселиться в эко-поселении или поселении родовых поместьй. А можно уехать куда-то там, на Дальний Восток, за тем самым дармовым гектаром от государства, и жить в отшельничестве. Определитесь с этим вопросом. Есть очень много блогеров, которые уже осуществили свою мечту, и они рассказывают о том, как это происходило, как они сейчас живут. Рассказывают о плюсах и минусах, о подводных камнях, с которыми вы можете столкнуться. Изучите их опыт и только после этого принимайте решение. Второе, что стоит обдумать, в каком доме вы хотите жить. Прежде всего, вы хотите его самостоятельно построить, то есть вам нужен участок земли, план, проект, знания по постройке дома и так далее. Либо вы хотите купить какой-то участок с ветхим строением и как-то там его перестраивать. Либо вы хотите уже готовый дом. Это тоже нужно понять. Следующее, в чем нужно определиться, какой именно дом вам нужен. Сколько в нем будет этажей? Из какого материала он будет построен? Саман, камни, шлакоблоки, литой там бетонный дом. Сколько в нем будет комнат и какие это будут комнаты? Обдумайте все в меньшайших деталях. Наличие балкона, террасы, камина, гардероба, подвала, не знаю, стеклянной крыши с обозрением звездного неба. Все-все-все самые-самые мелкие детали. Какой у вас будет участок? Я имею в виду его размеры. Отталкиваться нужно от того, что же вы хотите воплотить у себя на участке. Какой он будет? Большой? Где поместится даже пруд или лес? А возможно, вы ограничитесь более маленькими какими-то размерами. Поставите баню, бассейн. Нужен ли вам сад? Будет ли у вас виноградник, пасека, огород, теплица? Будете ли вы держать какую-то жирность? Кулочек, уточек, голубей, пазанов, перепелок, козочек или даже крупный рогатый скот? Возможно, вы захотите поставить у себя детскую или спортивную площадку. Если у вас автотранспорт, будет ли на вашем участке гараж? И так далее. Все свои мысли, все свои идеи на эту тему записывайте в отдельную тетрадь. У меня тоже такая есть. И на ее последних страничках, своего ежедневника, я вот завела прямо отдельный раздел «Нашу поместье». И здесь я записываю, какие цветы и декоративные кустарники я хочу у себя посадить. Какие плодовые деревья, орехи и ягодные кустарники будут у нас расти. Овощи и зелень. То есть целый список из 29 культур. Живенность какая будет. Здесь даже есть план нашего участка. То есть когда вы уже будете искать или найдете свою землю, будете знать ее масштабы, вы также это можете все зарисовать и наметить примерно, где что у вас будет находиться. Вот это все нужно вам продумать и подробно-подробно записать. Также, если у вас есть какие-то художественные таланты или таланты откроются в вас, то вы можете это даже все зарисовать. Я видела очень красивые подробные проекты. Но вы также можете воспользоваться техническими современными средствами. Первое, это самый простой вариант, найти картинки в интернете. Сейчас очень много размещено различных планировок домов, одноэтажных, двухэтажных и так далее. Как вот обычных классических, правильных прямоугольных форм, так и интересных, необычных, асимметричных. Поэтому поищите и найдите то, что именно вы хотели бы воплотить. Точно так же вы находите и какие-то картинки мелочей, тонкостей, то есть красивые балконы, либо террасу, вот такую, какую вы себе хотите, баню, какую она будет, спортивную площадку, все что угодно. Старайтесь находить картинки не просто от фонаря, там, ну, красивые, вот, в принципе, я бы не против, а сначала придумайте, какой вы хотите, и после того, что вы увидели, тот образ, который к вам пришел, найдите его в интернете. Следующий вариант – это создать 3D-макет. Есть замечательная программа SketchUp, ссылочку на нее я оставлю внизу в инфобоксе под этим видео, и в этой программе можно полностью сделать свое поместье. Дом вместе с подвалом, с комнатами, по которым можно ходить, можно сделать огород, какие-то культуры, цветы. При желании это можно все полностью воплотить и более чем реалистично. И это поместье будет 3D-формата, то есть вы можете его вращать, переворачивать, смотреть, заходить внутрь зданий, масштабировать или, наоборот, отдалять. Это здоровская игрушка, которая, опять-таки, помогает вам почувствовать себя внутри этой уже осуществившейся мечты. Когда картинка станет более ясной и четкой, вы также поймете очевидные прогалины, проплешины, пробелы в ваших знаниях и умениях. То есть, например, вы решили, что дом вы хотите построить с нуля. Вот как в пословице построить дом своими руками, посадить дерево и воспитать сына. Но вы, например, вообще никогда не держали в руках никаких инструментов строительных. Вы вообще понятия не имеете, как там уровнем пользоваться и так далее. Вы, или, возможно, у вас уже есть какие-то там задатки строителя, вы дома делали ремонт, но вы, например, решили строить саманный дом. А технологии постройки саманных домов вы не знаете. Или, например, вы хотите виноградник или огород, такие-то, такие-то там садовые культуры. Но вы не знаете, как их сажать, как выращивать рассаду, как за ними ухаживать, чтобы это приносило вам удовольствие и, естественно, хороший урожай. Вы ничего не знаете. Вы, как мы, например, казацкие жители. И вот до того момента, как у вас ваша мечта осуществится, вам нужно конкретно к этому подготовиться. Потому что есть очень много роликов у разных блогеров, которые говорят об одном и том же. Мы вот так сорвались, так получилось, что нам попалась хорошая земля, мы переехали на поместье, вышли и просто впали в ступор. Что делать, куда бежать, за что хвататься. Вроде бы и дел много, и вот просто получается метание. То начал делать, что-то не пошло, вот еще же это не сделал, набросил, пошел туда. И тратится очень много энергии, очень много времени, а результата нет. Приходит усталость, разочарование. Чтобы этого всего избежать, вам и дано время на воплощение этой мечты. Что же я вам советую? Будь то строительство, рукоделие или земледелие, сейчас есть очень много источников получения информации. Уже не нужно бежать в библиотеку за какими-то книгами или покупать стопки журналов, периодических изданий. Вы просто можете открыть интернет. У нас на канале есть раздел подписки. Мы его специально не закрывали. Вы можете зайти и посмотреть, на какие каналы мы подписаны. Также у нас в плейлистах есть отдельный плейлист, который называется «Понравившиеся видео». Это ролики с тех каналов, на которые мы не подписаны, но эти видео нам понравились и будут полезны для других людей. А также в следующих видео я обязательно буду рассказывать о каналах и блогерах, которых мы смотрим. Почему мы это делаем и что полезное, вы можете там подчеркнуть. Я сейчас подробно изучаю земледелие и что же я сделала. Прежде всего я нашла, конечно же, очень интересный канал, где сама подача информации мне очень нравится. И пересматривая ролики, всю информацию из них я записываю вот в такие небольшие тетрадки. Я купила просто тетради в линию или в клетку, разрезала их пополам, сделала вот такие маленькие блокнотики. Каждый из них посвящен отдельной теме. Томаты, газон, то есть цветочки разные, капуста, картофель, земляника, она же клубника садовая, как мы ее привыкли называть, лук, чеснок и так далее. И здесь вот по каждой культуре я смотрю лекции, нахожу различную подробную информацию и все здесь записываю. Что касается пассива, какие условия, какие контейнеры, нужно ли досвечивать, как высаживать, что делать перед посадкой, мульчировать, не мульчировать, как убирать и когда, как хранить и так далее. То есть все, чего я не знаю, я все это приписываю сюда. Когда уже придет время этим всем заниматься, я, конечно же, могу включить и видео, освежить в памяти, но вот такие же прокалки, они очень удобные. То есть я открыла, посмотрела, как я что писала и все это сделала. Здесь же остается достаточно места для того, чтобы мне записать, как это делала я, какие семена, какие сорта я куда посадила, отметить, какой был урожай, возможно, даже записать расходы. То есть какой-то учет любой можно здесь вести. Ну а когда мы переедем на землю, я обещаю вам, что будет очень-очень много роликов о том, как мы это все воплощаем в реальность, что у нас из этого получается. Ну а пока ждите вместе с нами, подписывайтесь на наш канал, смотрите видео. Я благодарю вас за ваши комментарии, за вашу поддержку, она очень важна и нужна нам сейчас. Следите за нашими обновлениями в группе ВКонтакте, в Инстаграме, ссылочки, как всегда, внизу в инфобоксе под этим видео. Ну а я прощаюсь с вами, до встречи в следующем ролике. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok